Здравствуйте, дорогие друзья, я Сергей Балакирев, и мы продолжаем курс по машинному обучению. Практическое использование метода главных компонент, которые мы с вами рассмотрели на предыдущем занятии, тесно связано с сингулярным разложением матриц, который формально записывается следующим образом. На первый взгляд, эта формула выглядит совершенно непонятной и странной. В конце концов, зачем нам раскладывать какую-то матрицу на произведение трёх других? Но не спешите делать такие заключения. Эта формула – одно из самых значимых практических достижений линейной алгебры, и довольно часто применяется в алгоритмах машинного обучения. Именно поэтому я решил обеспечить отдельное занятие. Смотрите, здесь каждая матрица имеет свой особый смысл, и вы сейчас узнаете, какой именно. Предположим, вот эта матрица F – это матрица объектов в признаковом пространстве, и для простоты изобразим множество точек объектов вот этой матрицы F на плоскости, то есть в двумерном пространстве. В действительности, чтобы получить вот такое распределение точек, я сделал следующее действие. Сначала сгенерировал координаты x и y, как обычные гаусские нормальные случайные величины, с нулевым средним и единичной дисперсией. Получил матрицу V, которая состоит из объектов с координатами x и y. То есть объекты матрицы V у нас распределены вот таким вот образом. Далее, я по каждой из осей определил некий разброс, некий масштаб. И это можно описать с помощью вот такой вот диагональной матрицы D. Здесь D11 – это разброс по координате x, а D22 – это разброс по координате y. То есть их можно воспринимать как дисперсия. А затем вот это множество точек повернул на угол 45 градусов. Для этого была использована вот такая вот матрица поворота, U-транспонированная. В итоге, чтобы вот из этого множества точек получить вот такое вот множество точек, вот такое вот распределение, нам нужно последовательно умножить друг на друга вот эти вот три матрицы – V, D и U-транспонированная. Фактически, вот это и есть графическая интерпретация сингулярного разложения вот этой вот формулы. Однако остается вопрос, зачем все это нужно? На самом деле она применяется довольно часто. И я покажу то, что нас сейчас больше всего интересует – связь сингулярного разложения с методом главных компонент. Я напомню, что когда мы вычисляли на предыдущих занятиях собственные векторы и собственные значения матрицы F со звездочкой, то есть матрицы грамма, а матрица грамма образована на основе матрицы F, то есть матрицы объектов в признаковом пространстве, то вот из этого уравнения получали набор собственных чисел и собственных векторов. И эти векторы, как вы уже знаете, образуют ортонормированный базис. Я ее обозначу через матрицу U, которая состоит как раз из вот этих вот отсортированных собственных векторов. Собственные векторы сортируются по убыванию собственных значений. То есть на первый собственный вектор будет приходиться наибольшая проекция, на второй поменьше, на третий еще меньше и так далее до последнего. То есть собственный вектор у нас отсортирован вот таким вот образом. В итоге, имея вот эту матрицу U, мы можем сформировать новые признаки G в новом признаковом пространстве, в признаковом пространстве вот уже этих собственных векторов, используя вот такое вот матричное вычисление. Признаки F, начальные признаки F, которые представлены в декартовой системе координат, N-мерной декартовой системе координат, и мы их переводим в другую, новую систему координат, которая представляется вот такой вот матрицей U. Получаем новый набор признаков. А вот обратное преобразование из G в F может быть записано вот так вот. Это G умноженное на U транспонированное. Так как у нас вот эти вот векторы, собственные векторы, образуют ортонормированный базис, то U транспонированное – это аналог обратной матрицы. Поэтому вот это вот преобразование, оно однозначно будет переводить вот эти признаки G в исходные признаки F. Фактически вот здесь, вот матрица U, это и есть вот эта вот самая матрица поворота, о которой мы с вами только что говорили. Именно она ориентирует собственные векторы вдоль вот этого вот распределения. То есть вот первый собственный вектор, если в думерном пространстве мы смотрим, будет идти вот так вот, а второй будет направлен вот таким вот образом. Если мы отобразим новые признаки G в новом признаковом пространстве, то множество точек будет располагаться уже вот так вот. То есть мы вот здесь вот отобразили вот эту вот матрицу G в обычных декартовых координатах, а исходное распределение было вот такое вот. То есть мы, по сути дела, повернули вот это вот множество точек на угол в 45 градусов. То есть собственные векторы матрицы U здесь направлены вот таким вот образом, а здесь уже вот так вот. Значит, первая координата и вторая координата. И, соответственно, видим вот такое вот распределение точек. То есть матрица U – это, по сути дела, матрица поворота вот этого вот множества точек. Однако масштаб по каждой из осей у нас здесь разный. Но мы знаем, что разброс проекций на каждую ось определяется соответствующим собственным числом лямбда. То есть вот эти вот собственные числа – это дисперсия. А корень квадратный из собственного числа – это среднеквадратическое отклонение. То есть как раз мера разброса по каждой из координат. То есть диагональная матрица, составленная из корней квадратных и собственных чисел, которые тоже упорядочены по убыванию значений, и составляет вот эту вот диагональную матрицу, которая масштабирует наше исходное множество точек вот в такой эллипс рассеяния. И в итоге мы вот эту вот матрицу G можем теперь представить следующим образом. Это будет некая матрица V, умноженная на вот эту вот диагональную матрицу D. То есть чтобы получить вот такую вот картину, мы возьмем вот такое вот распределение точек, умножим на диагональную матрицу D, и получим вот такое вот распределение. Ровно это здесь и записано. Фактически вот здесь вот мы с вами и описали сингулярное разложение вот этой вот матрицы F. Это G, умноженное на U-транспонированное. То есть вот мы это здесь с вами записали в начале. Но матрица G, в свою очередь, есть не что иное, как матрица V, умноженная на диагональную матрицу D. В итоге мы получаем все три компоненты сингулярного разложения. Матрица V, исходная, матрица D, диагональная, составленная из квадратных корней собственных чисел, и, наконец, матрица поворота, U-транспонированная. Все перемножаем и получаем вот такое вот распределение, то есть исходное признаковое пространство F. Этим примером я хотел показать, что вот в этом сингулярном разложении матрица U — это матрица, составленная из собственных векторов, диагональная матрица — это матрица, где по диагонали идут корни квадратных и собственных чисел, ну а матрица V — это начальное, некоррелированное распределение множества точек. Формально ее можно записать вот так вот. То есть если бы мы ее захотели вычислить, то это можно сделать вот так вот. Данная формула, она вытекает как раз вот из этого вот матричного произведения. И представляет собой вот такой вот разброс, вот такое вот множество точек. Как видите, мы здесь устранили все повороты и привели все к единому масштабу. Ну хорошо, мы увидели, что сингулярное разложение и метод главных компонент — это фактически одно и то же. Потому что и там, и там используются собственные числа и собственные векторы. Но что это нам дает? Главное здесь то, что сингулярное разложение, вот такое-то разложение матриц, имеет более эффективный вычислительный алгоритм, чем прямой поиск собственных векторов и собственных чисел вот по такой вот формуле. Поэтому при реализации метода главных компонент часто выполняют именно сингулярное разложение вот этой вот матрицы F со звездочкой. И получают три вот таких вот матрицы. То есть собственные векторы и собственные числа. Именно так рекомендуется делать при больших размерностях признакового пространства — от тысяч и более. Отлично. Я думаю, что идея сингулярного разложения и взаимосвязь этого сингулярного разложения с методом главных компонент вы поняли. Давайте теперь посмотрим, где используется это сингулярное разложение. Вообще, в машинном обучении часто встречаются задачи, приводящие к матрицам признакам с большим количеством нулевых значений. Ну, например, при разработке рекомендательных систем. Предположим, что в некотором сервисе пользователи ставят лайки под видео. Это можно представить в виде вот такой вот матрицы. Здесь у нас пользователи, здесь видео, и те пользователи, которые поставили лайки, здесь вот единички стоят. Как вы понимаете, вот такая вот матрица будет очень разреженной, то есть она будет иметь ранг гораздо меньший, чем размер этой самой матрицы. Ранг — это максимальное число линейно-независимых строк или столбцов. В этом случае можно применить сингулярное разложение для сокращения исходного признакового пространства F и формирования нового, где эта разреженность будет отсутствовать. Тогда мы получим большое количество нулевых собственных чисел, и соответствующие им признаки, вот в этом новом пространстве G, можно просто отбросить. Благодаря этому ускоряется алгоритм обучения и повышается обобщающая способность модели. Вообще, если вы будете активно заниматься разработкой алгоритмов машинного обучения, или, может быть, уже этим занимаетесь, то вот это вот сингулярное разложение вам наверняка пригодится и не раз. Редактор субтитров А.Семкин